Привет, друзья и подруги подпольной правды! Тру-геймерам сегодняшний выпуск можно смотреть лишь ради того, чтобы снова встретиться с любимым ведущим. Сегодня мы поговорим об игроках-начинающих, когда они уже натешились одиночным режимом любимых игр и поползли в сеть, портить кровь всем остальным. В эфире самая добрая лечебно-профилактическая передача «Подпольная правда», а если вы сейчас ее смотрите, то сидите на 3db.games.tv.ru Такой вот начинающий игрок, впервые открывая для себя просторы всемирной сети и локальной сетки Биберевского района, объят щенячьим восторгом. У-у-у! Секи сюда, пузан, интернет! Посмотрим, что написали эти га***оны про нас, блядь! Оказывается, в интернетах можно общаться, чатиться и паться, правда, с такими же прыщавыми подростками, которые печатают одной рукой, потому что вторая занята. Но ведь не видно. От таких свобод крышу, она же маковка, она же башня, сносит подчистую, и начинающий геймер создает себе аватару из фотки Брэда Питта, заводит на форумах темы «Какая ваша любимая игра в жанре шутеров?», Срет в комментах надписями «Первонах, ё***ка», а потом удивляется, почему его банят по эпишнику. Еще один аналогизм эры информационных технологий. Да потому что писать «Дятел, разбегись, убей себя в стенку» долго, а забанить по эпишнику – это для админа один клик мыши. Многие новички, конечно, сейчас начнут обижаться, мол, мы не такие, мы умные. Я не буду спорить. Вот одна цитата. Автор делится боевым опытом в одной из онлайновых игр на форуме. Одна секунда. «Мне кажется, пишет автор, не надо давать свои вещи никому». Это точно, машину и жену не давай никому. А то моего друга на антиграф кинули. Из гильды парень говорит, дай антиграф покататься, я своих из гильды не предаю. А она, кто она, влезла на антиграф и полетела. А сейчас админы выкинули ее на х**. У него не было билета. Жалко, что и тебя вместе не выкинули. Или вот, буду говорить прямо, я первый раз на форуме. В принципе, содержательная ценность таких постов на этом и заканчивается. Но этот автор, как и все авторы, которые в первый раз на форуме, не остановился. Ну, я начал играть, пишет он. Речь об онлайн-майдинге. «Выбрал расу, потом профу, никого не трогал, никому не мешал. Качался и все делал своими руками. Докачался до 29-го лвла». Я вообще с трудом представляю релевую игру, в которой можно никого не трогать и докачаться своими руками до 29-го уровня. Даже страшно представить, что он именно качался своими руками. И все, до 29-го уровня и все, дальше не могу. Потому что каждые пять минут меня убивают. Вот ведь суки какие. Мальчик хотел военную игру поиграть, а его убивают. Неужели нельзя ничего придумать? Я никому не мешаю. Я, конечно, понимаю, что смысл игры убить другую расу, но играть невозможно. Я не могу вырасти. Придумайте что-нибудь. Я придумал. Предлагаю переключиться на пассианс «Косынка». Там каждые пять минут точно никого не убивают. Разве что вы, дорогой, сами случайно этой косынкой удушитесь. Судя по способностям, у вас это запросто может получиться. Если вы думаете, что эти два идиотские поста единственные в интернете, два идиотские поста, вы сильно ошибаетесь. Вот, пожалуйста, еще. Я читаю по чату, что наш патриарх совсем тупой. Подлизок, Саны, почему ты атаковал Акретов, когда по требованию мы должны были халить, видим, ходить, на ЧВ и чип наш защищать? Я предлагаю отменять. Патры и пусть белки с нами копают воду. Кто сказал, что у нас архоны ходят на ЧВ? Сегодня один убегал в шахту, а потом не было его уже там. Мы смотрели потом, опять его не было. А пришел он уже после. И теперь все ее говорят, что виноват Скай. Скай подружил всех и поднимает расу, а мы верим в другое. Почему так? Патриарх наш урод, вот в чем проблема. Я не призываю прерывать ЧВ или что-то. Просто поймите, если бы не хаосятина булки, мы бы давно раком стали. Попомните мои слова. Я вам так скажу, милый друг. Кто сказал, что школьники ходят у нас на уроки? Сегодня один прибежал в школу, а потом уже не было его там. Мы смотрели потом, опять его не было. А пришел он уже после. И теперь ее говорят, что виноват Скай. Скай подучил школьников и привел на форум. А мы верим в другое. Почему так? Автор наш глуп. Вот в чем проблема. Я не призываю прерывать игру или просто что-то. Поймите, если б не игруленки, школьники давно б уже выучили русский язык. Попомните мои слова. Игровые форумы полны такими посланиями, как голова блондинки, полна голова блондинки, полна белыми волосами. Сами можете почитать на досуге. Я сегодня привел несколько цитат не для того, чтобы смеяться над убогими, а чтобы начинающие освоители интернета и локальных сетей хоть чуточку задумались над тем, что они не первопроходцы, что до них тут уже ходили-ходили, топтали-топтали. И порой стоит пользоваться чужим опытом, чтобы не превращаться в объект насмешек, в обитателя, которого на любом форуме зовут обидным, но метким словом задрот. Сарделька, сосиска, редиска, новохудоносор, петух гамбунь. И, дорогие родители, если вдруг смотрите «Подпольную правду», не пускайте детей в интернет. Он от них тупеет. Наш адрес правда, как всегда, собака, gamesfestiv.ru Пишите. И до следующего четверга. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова